Чемпионы по витаминам. 6 самых полезных специй. Пряности мы добавляем для вкуса, но не всегда задумываемся о том, что в маленькой щепотке острого перца может таиться огромное количество витаминов, минералов, антиоксидантов, которые благотворно влияют на здоровье. Практически в любой пряности содержатся полезные вещества, но есть и чемпионы те, что входят в список суперфудов, то есть продуктов, обладающих огромным количеством полезных свойств. Рассказываем о самых полезных пряностях. Куркума. Куркума – оранжевый корень, немного напоминающий имбирь, которому она приходится родственнице. Обычно ее используют в качестве высушенного порошка. Куркума оказывает противовоспалительное и жиджегонное действие. Она богата антиоксидантами, поэтому помогает предотвратить развитие злокачественных опухолей. Оранжевый порошок также оказывает благотворное действие на пищеварение. Усиливает деятельность желудка. Стимулирует образование желчи. В куркуме много железа, калия, фосфора и йода, а также витаминов группы В, витаминов Е, К и С. Куркума помогает при простудных заболеваниях. Незаменима при нарушениях работы щитовидной железы. Один из плюсов пряности не слишком. Острый вкус, поэтому ее можно добавлять в совершенно разные блюда, как в мясные, так и в выпечку. Только нужно учитывать, что порошок очень сильно красится. С ним нужно быть аккуратным. Перец. Семейство перцев. Самый популярный в кулинаре черный, а также красный. Обладает согревающим действием. Они разжижают кровь и улучшают кровообращение. Кроме того, содержат антиоксиданты, поэтому рекомендуется для профилактики раковых заболеваний. Перец очень нужен в сезон простуд. Он согревает, борется с вирусами и бактериями. Поддерживает иммунитет. Имбирь. Одна из самых полезных пряностей имбирь. Корень имбиря содержит витамины А, С, В1, В2, магний, фосфор, железо, кальций, натрий, цинк и калий, а также множество полезных аминокислот. Он согревает, ускоряет кровообращение. Благодаря этим свойствам он благотворно влияет на пищеварение и на обмен веществ. Имбирь пригодится в период простуд. Он хорошо снимает заложенность носоглотки, обладает отхаркивающим и противовоспалительным действием. Имбирь разжижает кровь и за счет этого снижает артериальное давление. Также он насыщает наш мозг кислородом. Кроме того, имбирь обладает обезболивающим, мочегонным, тонизирующим и антибактериальным действием. Его применяют при мышечных болях и растяжениях. Корица. Палочки корицы очень полезно добавлять в горячий чай. Порошок корицы в выпечку. Применять для ароматизации мясных блюд. Корица – мощный антиоксидант, который борется со старением клеток, помогает противостоять вирусам и бактериям. Корица очень полезна для больных диабетом, так как стимулирует выработку инсулина и способствует снижению уровня сахара в крови. В корице есть коричный альдегид, который препятствует образованию тромбов. Корица снижает уровень холестерина в крови, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Наконец, запах корицы улучшает память. Паприка. Сладкий перец богат витамином С, а еще витаминами А и Е. Это антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений, от окислительного процесса. Поэтому паприку обязательно стоит включить в рацион и добавлять в блюдо, причем как мясные, так и овощные. Она дает отличный аромат, но не слишком острое, поэтому ее можно положить довольно много. Кроме того, паприка богата железом, что делает ее полезной для процесса кроветворения. Паприка снижает уровень холестерина благодаря капсантину. Он помогает снизить риск сердечных заболеваний. Наконец, паприка полезна людям, страдающим с сахарным диабетом. Она помогает сгладить скачки уровня сахара в крови. Гвоздика. Если бы средневековые моряки знали о чудо-свойствах гвоздики, то они бы не болели циньгой. В долгих путешествиях в маленьких гвоздиках содержится огромное количество витаминов А, В1, В2, Р, С, а также фосфор, кальций, магний и железо. Гвоздика обладает антиоксидантными свойствами, облегчает зубную боль. Чтобы придать свежесть дыханию, достаточно немного пожевать один бутончик гвоздики. Еще эта пряность улучшает пищеварение, приводит в порядок кожу. К примеру, излечивает подростковые угри, помогает при простудных заболеваниях, даже при астме. С гвоздики можно заваривать чай, достаточно бросить пару бутончиков в чайник. И волшебный аромат и польза гарантированы. Спасибо за внимание. Поставьте лайки и подпишитесь на мой канал.